В центре экспозиции инсталляция. Это парашют, сшитый на Ивановском парашютном заводе полет. Символ сплоченности русского народа, единства и поддержки, когда каждый может сделать свой вклад в победу. Это выставка посвящения, посвящение подвигу тружеников тыла. Экспозицию осмотрел губернатор Станислав Воскресенский и поблагодарил каждого, кто по силам и возможностям помогает. Это выставка про жителей Ивановской области, которые героически помогали фронту во время Великой Отечественной войны. И сейчас у нас нет неравнодушных жителей. Помогают фронту, подставляют плечо. И практически каждый Иваново по праву носит звание города трудовой доблести. Оно заслужено за счет подвигов во время Великой Отечественной войны. Но сейчас жители подтверждают, что звание мы носим по праву. В этих фотографиях из исторических архивов, документах с приказами и постановлениях, истории о том, как наш регион помогал Донбассу во время Великой Отечественной войны. Одно из постановлений об оказании помощи в восстановлении шахт, железных дорог, коммуникации, объектов металлургической промышленности. Но для того, чтобы ускорить этот процесс, необходимо было поставить электроэнергию в шахты. Для этих целей в Комсомольске на базе ИВГРС был сформирован электропоезд и собрана бригада энергетиков. Я думаю, что не все об этом знают. Всех ассоциируется, что мы для фронта отшивали гимнастерки. Это правда тоже, но я думаю, что не все жители знают. Вам огромное спасибо, что привлекаете к этому внимание. Это важно. Да, и по итогам работы 1 апреля 1945 года ИВГРС была награждена Орденом Трудового Красного Знамени. Экспозиция рассказывает и о современных производствах, которые помогают фронту и тылу. Как шьют спальные мешки, форму и бронежилеты. На выставке представлено и современное плакатное искусство. Так, авторы телеграм-канала Z-Files создают работы параллели с агитплакатами времен Великой Отечественной войны. Рядом иллюстрации художников, созданные на основе и под эмоциями после прочтения репортажа военкоров. Поэзия – еще одно средство выразить эмоциональные переживания. На выставке их четыре. Одно из произведений поэта Дмитрия Мельникова посвящено Мариуполю. Также вы можете видеть здесь проект «Жены героев», который был начал в Самаре, был поддержан разными регионами. И вот в Иваново тоже студия Z-Ephir поддержала этот проект. И также сняли несколько жен в кительях своих мужей. И отдельную зону у нас представлена кинозалом. Мы показываем проект, это первый передвижной кинофестиваль «Кино на службе Отечества». Кинофестиваль был создан этой зимой. И сейчас он поедет по разным городам России. Здесь мы представили, так скажем, трейлеры кинофильмам, которые на этом фестивале представлены. Более 300 тысяч тонн груза в зону СВО было отправлено из Ивановской области. Регион в пятерке лидеров по масштабам сбора ГУМ-помощи. Буквально перед самым открытием выставки на связь выходили волонтеры ОНФ, которые сейчас находятся на передовой и развозят помощь и индивидуальные посылки. Для бойцов поставлено более 33 тысяч позиций обмундирования и дополнительной техники. А всего собрано более 90 тысяч посылок и более 20 тысяч писем. У нас очень сейчас развивается направление индивидуальных посылок. У нас целые группы, уже такие даже сдеки получаются, из ребят, из волонтеров, из машин, из автоволонтеров, которые довозят вот эти посылки, которые формируют жители, которые формируют родственники. Дети из детского дома творчества на Батурино, на улице Батурино, впервые это было, они нам передали обереги. Они сделали обереги и не только для солдат наших, мобилизованных, военных, но и для детей Донбасса. Сделать свой вклад и поддержать военнослужащих может каждый. Здесь же сплести маскировочную сеть. Ежедневно с 10 до 2, из 4 до 8 волонтеры-наставники готовы помочь и показать все тонкости работы. Как выставка закончится, сети отправят в зону СВО в одно из подразделений ивановских военнослужащих. Яна Ведерникова, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».